Представлюсь, меня зовут Наташа. Я рада приветствовать вас на 12-й животных в интернете в городе IT. Я, организаторы, спикеры. Поднимите руку, пожалуйста, кто из вас был на секции по дизайну в прошлом году? Кто из вас дизайнеры? А остальные кто? Так, ну, сегодня мы попали на секцию по дизайну. Название секции у нас есть, не подиза, что дальше. Давайте немножко минутка занудства. Выключим сейчас телефоны. Поставим на режим «Не беспокоить», чтобы не мешать друг другу. Что мы сегодня узнаем в рамках секции? Вместе с вами взглянем за кулисой рептового дизайна. Узнаем, как тестирование гипотез и математик помогают создавать продукты, которые действительно решают проблемы пользователей. Получите ценные инсайты от спикеров по созданию вебро-потативов. Неизменным организатором секции является компания «Узерштоги». Мы строим лучший пользовательский опыт в e-commerce и сервисе. Так, ну, давайте начнем. Первым перед нами выступит Даня Фурцев. Арт-директор компании «Узерстори». Это будет запись доклада. Я сразу так вас предупрежу. Но Даня с нами онлайн. И будет рад ответить на вопросы. Всем привет. Меня зовут Даня. Я акдеирую в компании «Узерстори» и автор телеграм-канала про дизайн, продукты, вдохновения и всем таком. И если, возможно, кто-то из вас его тоже знает, а если не знаете, подписывайтесь, то вы рады. В «Узерстори» я отделю довольно большую команду дизайнеров и все вместе мы видим самые разные интерфейсы от чего-то очень простого и понятного до самых сложных и узконаправленных систем и сервисов. А еще мы занимаемся исследованием. Так исторически сложилось, что у нас довольно большая страна, это внезапный офф-топ. И к тому же в наше время айтишники могут совмещать работу и путешествия. Поэтому я сейчас нахожусь довольно далеко от Томска и, к сожалению, не смог приехать и выступить лично. Но организаторы «Узерстори» пошли навстречу, за что им большое спасибо, и разрешили выступить онлайн. Еще и к тому же, чтобы не обламывать никого возможными проблемами со связью. Интернет не везде такой классный, как в России. Чтобы не клинжить типичными «а меня слышно, а вам все видно» и так далее, выступить в записи. Поэтому да, мы тут все в матрице сейчас, это заранее записанное выступление. Но на самом деле я все равно сейчас на связи, и меня вам покажут онлайн, когда у нас будут ответы на вопросы. Ну и перейдем, наверное, к теме выступления. Тема выступления «Проектируй, тестируй, правь», несмотря на то, что зачеркнуто рядом. И поговорим мы сегодня про способы тестирования наших инфекций, а именно про юзабилитетестирование. Один из способов. Расскажу о том, зачем это нужно делать. Во-во-во, пусть так и на нас. Ой, да, да. Когда это нужно делать и как. А еще перед началом выступления хочу представить нашего ведущего юзабилитета, «Проектировщика» Виктора Васильева, не пупить его, конечно, с Томасом Шелби, желательно из острых языков, который консультировал меня по разным техническим вопросам, в которых он шарит больше, ввиду того, что занимается только их исследованием, а я все-таки апдир и занимаюсь в том числе другими вещами. Ну и предлагаю начать. Давайте начнем по порядку. Будь я с вами сейчас в оффлайн-формате, я бы спросил, «Эй, чуваки, а как вы думаете, что такое юзабилити?» И, заслушав разные ответы, я бы переключил на этот слайд. И давайте попробуем раскрыть термин юзабилити. Расскрыть его для нас важно, потому что говорить-то мы будем об юзабилити-тестировании, и если со словом «тестирование» все понятно, что что-то про юзабилити не для всех, даже дизайнер, очевидно. И если мы будем говорить научным языком, ссылаясь на официальные документы, то юзабилити или пригодность использования – такое свойство системы, продукции и услуги, при наличии которого установленный пользователь может применить продукцию в определенных условиях для достижения установленных целей с необходимой результативностью, эффективностью и удовлетворенностью. На самом деле, несмотря на то, что довольно скучное определение, оно очень емкое и, по сути, своим верное. Но вот так воспринять его довольно тяжело. Поэтому давайте попробуем его сократить и выделить главное. Получается что-то вроде юзабилити – это свойство вообще чего угодно, делать то, что задумано, задуманным условиям и нужным пользователям, достигая необходимого результата. Если пойти в упрощение дальше и попробовать выделить главные слова из термина, то остается только удобство, эффективность и результативность. Под удобством мы понимаем удовлетворенность пользователя, то есть отсутствие у пользователя дискомфорта при использовании чего-либо, положительное отношение к использованию чего-либо, а под эффективностью степень реализации запланированной деятельности, достижения запланированных результатов. Ну и также из-за этого главным образом формируется изначально нами рассматриваем понятие юзабилити. А еще про результативность, забыл сказать, это связь между достигнутым результатом и заплаченными ресурсами. А теперь, что для нас самое ценное, все эти вещи, три, которые мы выделили, они довольно гладко ложатся и в специфику нашей работы. А значит, мы можем пробовать замерять, изучать и сравнивать юзабилити наших макетиков. Прототипы, облезайны, в самом деле, не важно чего. И как раз переходим к теме, рассмотрим один из способов оценки наших макетов, это юзабилити тестирование. Надеюсь, пользователи наших макетов не выглядят, бедолага, прям в душу смотрят. Извините. Окей, юзабилити тестирование. Что это вообще такое? Если говорить простым языком, то юзабилити тестирование – это метод оценки интерфейса со стороны удобства и эффективности его использования. Для тестирования системы приглашают людей, которые подходят к описанию целевой аудитории, и эти люди заходят в систему, ну и выполняют задачи по заранее написанному нами сценарию. Затем исследователи, проектировщики, там и дизайнеры, оценивая результаты по выполнению этих задач делают какие-либо выходы. Зачем это вообще делается? Ну или перефразируя вопрос там на язык бизнеса, в чем ценность-то? Извините тестирование помогает понять, насколько понятным и удобным мы сделали интерфейс, сравнить разные его версии, проверить наши гипотезы, и мы так можем заранее выявить проблему в юзабилити интерфейса и не позволить слишком учреждения разработок. Если возвращаться к нашему упрощенному термину юзабилити, то результаты тестирования – это оценить те три качества, которые мы выделяли ранее как главные – это удобство, эффективность и результативность нашего интерфейса. Следующий очень важный вопрос – а когда нам проводить юзабилити тестирование? В верхнюю уровню и упрощая можно выделить две глобальные причины. Первая причина – у нас что-то не то с текущим интерфейсом. Например, некоторые страницы или блоки имеют низкую посещаемость, или у нас там есть аномальные места в интерфейсе, где пользователи часто отваливаются, или мы получаем какие-то, например, жалобы из техподдержки, связанные с проблемой в работе интерфейса в конкретном месте. И вторая причина – это если мы хотим чего-то новенького, ну или вообще разрабатываем какой-то продукт с нуля. В таком случае мы еще на этапе разработки продукта, например, при редизайне или внедрении новой функциональности, изменения текущей или проектирования чего-то с нуля. В общем, тогда, когда у нас нет уверенности в том, что наши решения оптимальны, и всем пользователям будет все удобно и понятно. Причем важно отметить, что тестировать в обоих случаях можно практически все, что угодно. Прототипы различной степени детализации, дизайн фигми, уже сверстанные страницы. И все это можно делать итерационно, сравнивая результаты разных версий. Также стоит сказать, что юзабилити-тестирование бывает разным. Основное деление производится на два вида. Это модерируемое юзабилити-тестирование и немодерируемое юзабилити-тестирование. Отличаются они, что очевидно из названия, присутствием или отсутствием при выполнении заданий респондентами, модератора со стороны следователей, которые могут с этими респондентами как-то взаимодействовать. Также, в свою очередь, и модерируемое, и немодерируемое тестирование могут быть очными и удаленными. То есть проводиться лично при встрече или онлайн с помощью специальных сервисов, о которых тоже пару слов скажем, или посредством звонка и шарик экрана. Ну и давайте уже после такого небольшого лепеза, наконец, начнем разбираться с каждым из видов тестирования поподробно. Начнем мы с немодерируемого тестирования. Здесь мы собрали небольшие карточки для модерирования тестирования. Будет точно такая же, в которых говорим о том, как проводить, о целях и о количестве респондентов. Как такой тип исследования проводится? Тестирование это проводится, как понятное название, без модератора, и пользователи в нем самостоятельно выполняют задания с помощью специальных сервисов. Мы выделили и можем советовать те, которые вы пользуетесь сами, пользовались сами. Это Use Crowdy и Favuza. Их, конечно, гораздо больше. Их можно выбирать, скорее, из ваших задач бюджета. Но мы говорим о том, что UseWizZ. Без сервисов проводить такие исследования, кстати, тоже можно. Но чаще всего вы тратите время бюджет на это соизменимо с платой, которую запрашивают эти сервисы. Поэтому это не всегда эффективно. Какие вообще цели у такого виду тестирования? Немодерируемое тестирование позволяет быстро запустить в ваш интерфейс большое количество респондентов и проверить частоту ошибок и проблем, с которыми они встречаются. Такой тип тестирования в первую очередь помогает получить значимые статистические данные, но не позволяет, чаще всего, ответить на вопросы, а почему пользователи сталкиваются с теми или иными проблемами. Поскольку респонденты обычно очень неохотно делятся своими наблюдениями, а даже если делятся, то и без модерации их мысли относительно проблем интерфейса могут отличаться от реальных причин, из-за того, что люди не эксперты и склонны к различным искажениям. Ну и последний, тоже важный вопрос, сколько вообще респондентов нужно. Тут, как я говорил ранее, основная цель такого тестирования получит статистику, и поэтому здесь в разумных пределах работает правило, чем больше, тем лучше. Мы бы рекомендовали 8 из 100, причем важно всегда брать респондентов запасом, так как часть людей просто может не прийти и отвалиться, а часть людей из-за того, что исследования немодерируемые, могут затупить и не пройти сценарий до конца, что им не позволит включить общую статистику, ну или не разобраться в сервис, как вариант. Давайте посмотрим пример, как проходит немодерруемый тестирование обычно, чтобы сложилась картина в голове. Вот от лица респондента это выглядит обычно так. То есть респондент у нас видит задание, иногда инструкцию, иногда и то, и то, и переходит к выполнению задания в интерфейсе. Все, что он делает, говорит, сколько думает, куда переходит, обычно записывается и становится потом объектом изучения. Пользователи могут как самостоятельно подтвердить выполнение задания, а также сервисы еще позволяют настроить так, чтобы задание само переходило в статус «Успешно», когда пользователь переходит по определенному URL. Иногда после завершения тестирования респондента могут попросить заполнить анкету и как-то оценить задание в интерфейсе. А вот так уже выглядит личный кабинет исследователя. Всю картину можно увидеть, исходя из зафиксированных результатов системы, там, успешность выполнения, время затраченное выполнение, всякие результаты. А можно еще более детально обычно посмотреть скейкас тестирования конкретного пользователя, подоблюдать, что он делал, вообще, что говорил. Вот это, например, у нас экранный сервис UX CrowdD, который мы вытащили в качестве примера. Он, например, даже делает расшифровку звуковой дорожки, переводит ее в текст, что нам очень нравится. Мы быстро можем пробежаться глазами и не тратить время на прослушивание каждого каста. Также еще автоматически на таймлайне видеозаписи проставляются метки перехода к следующему заданию, если заданий много. Это тоже ускоряет нашу работу, всем советую. Ну и давайте разберем достоинства и недостатки такого типа тестирования. Что тут можно отнести к плюсам? Ну, в первую очередь то, что в целом для подготовки и проведения немоделированного тестирования вам особо не нужно много времени и человеческих ресурсов. Надо просто разобраться в сервисе, ну и найти респондентов. Также классно, что эти сервисы почти всегда уже сами выдают итоговый отчет, и вы можете анализировать результаты и не тратить ценное время на какой-то механического составления. Минусы же в основном с вами вытекают из того, что данные, которые мы получаем в таком типе тестирования, они количественные. С помощью количественных данных мы не можем выделить суть проблемы. Также могут возникнуть проблемы с тестированием сложных сценариев, так как без модератора пользователю некуда задать свой вопрос, поэтому высокая вероятность провала. Ну и также значимый минус такого тестирования. Нужно очень много респондентов. И чем уже нужная вами целевая аудитория, тем больше времени и сил вы можете потратить на поиск. Ну и теперь давайте все то же самое рассмотрим для другого типа тестирования, для модерирования. Это тестирование уже проводится в присутствии модератора, который общается с респондентом и может фиксировать или даже направлять его действия. Основная задача такого исследования – найти проблемы и определить их причины, выявить истинные потребности пользователя и способы их удовлетворения. Такой подход, исследование позволяет намного глубже понять переживания пользователя, нежели не модерируемое тестирование. Мы можем иногда отходить от сценария и задавать любые дополнительные вопросы. Респондентов для такого тестирования нужно гораздо меньше. В большинстве случаев достаточно 5-8 человек. Эти цифры, они мейнстримные, пришли к нам из статьи небезызвестного Якова Нитсона. Вот тут я даже цитату приведу. Статья называется «Математическая модель поиска юзабилити проблем». И в ней возбуждается, что 5 респондентов обычно достаточно для того, чтобы выявить 70% проблем. И еще 3 респондента нужны для того, чтобы довести результативность до 85%. Поэтому со временем эти цифры стали широко использоваться в юзабилите в сообществе. Но все-таки стоит учитывать, что такое число респондентов может быть достаточно для небольших систем. Если же у вас система довольно крупная, в ней там множество сценариев, пользовательских групп, то это число может, конечно, увеличиваться. Я бы рекомендовал такому типу тестирования подходить итерационно. И когда проблемы при тестировании с респондентами начнут повторяться, и не будут появляться новые, какое-то время тестирования можно останавливать. И считать, что количество респондентов опрошено будет достаточно. Также важный момент в планировании такого вида тестирования – тайм-менеджмент. Если мы не моделируем тестирование, мы можем запустить пользователей с помощью сервиса сразу и много, то здесь так и получится. Поэтому важно, сколько вообще времени заложить на созвон с респондентом. И как следствие, это поможет нам выяснить, сколько респондентов в день может обработаться один исследователь. И по нашему оптимальное время для проведения одного теста – это где-то 40-90 минут. Мы обычно закладываем в среднем один час, и вполне получается уместить в план тестирования матерапки. Время организации такого тестирования более затратное, чем немоделировано. Поэтому оно требует больше времени для подготовки и проведения самих тестирований. Ну и респонденты тоже обычно более тщательно подбираются. Их тоже стоит подбирать с запасом, потому что иногда люди просто сливаются. Ну и последняя важная вещь – выбор способа тестирования – оффлайн или онлайн. Если коротко, всегда и всем исследователям и респондентам удобнее проводить его онлайн. Но иногда обстоятельства нуждают мучиться с оффлайном. Тут главный критерий – это, конечно, контекст. Ну, например, если вы разрабатываете приложение для таксистов, которым нужно пользоваться дороги, обязательно в машине и в стрессовых ситуациях, то проводить его онлайн в комнатных условиях со сладким чайком будет не очень правильно. И результаты такого исследования не будут учитывать особенности поведения пользователя в контексте под влиянием среды. И могут быть искажены и непоказательны. Поэтому при выборе, в первую очередь, не забывайте про контекст. Ну и теперь, когда мы выяснили, что вообще такое тестирование и какие они бывают, давайте навалим на практическую пользу и рассмотрим шаги, которые мы проходим при подготовке к этим тестированиям. Ну, еще раз тут на слайде повторяю наш посыл о том, что модерированное тестирование проводится сложнее и нужно больше готовиться. Первое, что мы всегда делаем – это, очевидно, определяем цели. От цели будет зависеть и выбор типа тестирования, например, оценить новый сценарий оформления заказа, например, понятности и удобства и сравнить его конверсию со старым, например. Для этой цели лучше подойдет немоделированное тестирование. Но если же цель улезнет причину высокого процента отвала пользователей на каком-то конкретном шаге, то, конечно, лучше сделать с помощью модерированного тестирования. Цели, как и все в целом, нужно где-то зафиксировать. Можно создать для этого документ, который потом станет основой вашего отчета. Также интересная особенность, о которой стоит сказать. Количественные данные, которые мы получаем в ходе немоделированных исследований, часто пригодят необходимость проведения качественных исследований. Например, у нас есть гипотеза по улучшению пользовательского пути и интерфейс, собранный по этому гипотезу. С помощью немоделированных исследований мы можем замерить нужные нам метрики. Например, скорость, качество, конверсию в старом интерфейсе. И сделать то же самое для нового, сравнить результат. Допустим, гипотеза подтверждается, метрики улучшились, но мы замечаем странную аномалию. Серьезно вырос процент отвала пользователей в конкретном месте, чего раньше не было в старом интерфейсе. Причину тут поможет выяснить только качественные данные. Из количественных мы можем на нее просто накопаться. А значит, нужно запускать моделированное тестирование, после анализа результатов которого мы сможем вникнуть в причину и исправить ее. Ну и звучит забавно, но это такой краткий экскурс в работе продуктового дизайнера, кто с этим никогда не сталкивается, особенно в больших продуктах. Вся эта ситуация произошла, интерфейс изменен, и теперь по-хорошему нам бы повторить невызареленное тестирование, которое мы в первый раз делали, и понять, что правила в одном месте мы ничего не поломали в другом. Такая вот петля, это один из множества примеров возможных, и исследование это, конечно, иногда сложно, но, кстати, довольно эффективно и безумно интересно. Второй шаг. Определение гипотез. Гипотеза — это наше конкретное предположение, которое мы проверяем. Они могут появляться при спорах, например, внутри команды. Если вы работаете в заказной разработке, то с ними могут приходить клиенты, и вы можете их формировать в результате какого-то ресерча, или экспертную, еще на самом деле, с того вариантов как. А в продуктах обычно гипотеза еще проходит определенную фильтрацию, прежде чем их исследовать, поскольку некоторые из них могут быть изначально ошибочными и не обязательно сливать UX-овый бюджет, чтобы это подтвердить. В отличие от шага, где мы определяем цели, они могут быть довольно широко сформулированы, здесь нам важно опуститься до уровня конкретики. Грубо пример. Цель следует найти интерфейсное решение, увеличивающий конверсию в рамках какой-то страницы. Проверяемая же гипотеза может звучать так. Если вместе X изменить блок Y таким образом, то это упростит сценарий M, поскольку мы подглядели это на каких-то сайтах, а еще читали новые исследования запытого доступа по этой теме, и вот мы ожидаем приурост конверсии в 100% и готовы и отправлять тестирование. Вот это прям встроенная, сформированная гипотеза. Дальше. Определение нужной выборки респондентов. Здесь все тоже довольно очевидно. Для кого проектируем, тех приглашаем. Также полезно разбивать пользователей на несколько групп, исходя из их опыта. Всегда полезно. Тех, кто уже пользовался продуктом или аналогом, если мы делаем что-то с нуля, или нам по ресурсу нужны пользователи конкурентов, и неопытные пользователи, которые только имеют потребность или заинтересованы в подобных продуктах. Поведение опытных и неопытных пользователей порой очень сильно отличается, поэтому из участия лучше, конечно, отдельно. Искать нужных вам людей можно где угодно. Для этого существует сейчас масса телеграм-каналов. Если вы проводите исследование для кого-то, то, вероятно, у них могут быть собственные базы данных. Также иногда сами сервисы, которые выходит в тип фабузы, предлагают своих респондентов за отдельную вкладку. У них есть собственная база. Еще важно, не забывайте, что респонденты не дурачки и бесплатно ничего делать не хотят. И сразу заложите в бюджет поощрение. По нашему опыту сейчас нормальное поощрение за один час времени будет около полутора тысяч рублей или какие-нибудь приятные сертификаты на эту сумму. Но в целом плюс-минус. Могут, конечно, суммы отличаться в зависимости от того, кто целевая группа, если богачи, то, конечно, надо чуть побольше делать вознаграждение или сделать его нематериально. Тоже возможно. Четвертый шаг. Разработка гайда тестирования. Шаг большой. И надо понять, что такое вообще гайд. Гайд – это такой у нас рабочий документ, который включает в себя всю информацию по тестированию, цель гипотезы, целевой аудитории, сценарии, задания, саму структуру тестирования, а еще в конце выводы, после анализа результатов. Этот гайд у многих компаний для этого и существуют свои шаблоны, но все они, в принципе, похожи друг на друга. Различия там будет в деталях, ну и во сравнении. Ходит красиво, ходит не очень. Если у вас вдруг совсем нет опыта в этом, а провести тестирование нужно, то можете поискать примеры в интернете, они там точно есть, либо лайфхак для самых умненьких, под видом заинтересованных клиентов. Всегда можно запросить пример такого отчета конкурентов, ну или просто у компаний, которые эти профессионалы занимаются, что-то подсмотреть. Это вот хитрость, но не преступление. Так делать можно. Далее, то, что обязательно должно быть в гайде, это сценарии и легенды для каждой группы респондентов. Они, очевидно, связаны с проверяемыми гипотезами и целями тестирования. Далее, что должно быть от заданий. Они тоже связаны с гипотезами, но в отличие от сценария, который может и должен быть сформулирован широко, они должны быть довольно четкими. Причем важно не подсказывать пользователю формулировки заданий, что нужно сделать, особенно если проверяемые гипотезы, связанные с непонятностью интерфейса и множеством пользователя. Задание может быть одно, если сценарий небольшой, или их может быть несколько, множество, они могут идти друг за друг. Ну и к таблице заданий мы сразу советуем прописывать и гипотезы для собственного удобства, так как очевидно задание связано с гипотезами. Также важно сразу еще перед началом тестирования зафиксировать заявляемые методы. Тут нет каких-то универсальных советов, и все зависит от конкретного продукта и гипотезы, которые вы ранее выделяли. Это может быть время выполнения заданий, количество ошибок, конверсий, и все в таком роде все очень неплохо. Также очень полезно, и всем советую это делать, заранее прописать сценарий вашего интервью. Мы выделываем эти таблички, предполагаемый ответ, предполагаемый вопрос. Он поможет не тупить, не забыть упомянуть важную информацию и синхронизировать между собой исследователи. Если все будут идти по одному гайду, то можно параллельно работать на несколько человек и снизить до минимума влияние личности исследователя на тестирование. Это тоже влияет. Ну и последнее, с чем точно надо определиться еще перед началом тестирования, это его формат. Мы выделяем обычно четыре вида, и наша документация внутренне, именно так они описаны. Первое – это наблюдение, когда эспонент остается один на один с продуктом, а модератор совсем не вмешивается в процесс и молча за всем наблюдает. Второе – мысли вслух. Это когда мы просим респондента озвучивать все свои мысли по ходу выполнения задания. Третье – активное вмешательство. Это такой метод, когда модератор активно взаимодействует с пользователем и даже может иногда его останавливать, чтобы уточнить какие-то важные детали. Например, почему-то пошел сюда, а не нажал на супербольшую красивую кнопку, которая вообще длится в этом рисовать. И четвертое – это такая комбинация из методов, когда респондент сначала молча выполняет задания, а потом модератор просит дать комментарии по тем шагам, которые ранее выполнялись. Выбирать методы стоит, опять же, исходя из контекста, проверяемые гипотезы, каких-то целевых групп, но универсальным, которые точно ничего не испортят. Я считаю, четвертый метод обычно – метод ретро. Если сомневаетесь, выбирайте его, то, скорее всего, будет нужно. Ну и переходим к самому вкусному, к анализу результатов. Тестирование, проверили данные, количественные, качественные, или все сразу получили, теперь с ними нужно как-то увидеть. Самое главное тут надо запомнить, что результаты обязательно нужно фиксировать текстом. Все наши выводы нужно обернуть в слова и зафиксировать, чего мы достигли, какие действия на основе этих достижений мы, как исследователи, рекомендуем. Как минимум, это какое-то подтверждение или не подтверждение в нашем гипотезе, как максимум, все интересности, неожиданные особенности, проблемы, которые мы могли в ходе тестирования заметить и предложенные нами как экспертами решения. Автопный немного, но важный совет. Не противоречивые данные, не забывайте на противоречивые данные. Например, когда один пользователь говорит, что это суперудобно, другой говорит, что это недавно полное, они наоборот требуют вашего внимания, потому что позволяют посмотреть на проблемы с разных сторон. Ну, я о красоте не забываю, обязательный этап, если мы проводим исследование для стороннего клиента, подготовка к красивым клачетам. В нем нужно указать все, что мы делали, делать все структурировано и понятно. В идеале так, чтобы все понял, даже человек, не погруженный в тему исследований вообще, чаще всего эти отчеты читают такие люди. Поэтому важно описать, что, зачем, про каким металлонием мы делаем, что мы ожидаем, как, какими силами мы это все делаем, никаких выхлопностей. Ну, впрочем, кстати, если мы делаем это не только для внешних клиентов, но и хаус, то формировать такие отчеты в глупочитаемом виде и красиво, наверное, эта культура работает. Поэтому я бы рекомендовал этот этап никогда. Ну, уже под конец выступления я хочу поделиться полезным, чтивым по теме. Этот список очень просил расшарить на всех слушателей. Виктор, наш проектировщик, который вначале представлял. Но с Виктором я не спорю, поэтому покорно деюсь. Вот они, ссылки по QR-коду мы делать не стали. Кажется, что это не очень удобно. Просто сфоткайте этот слайд, если хотите. Любую из этих статей, цикла статей легко загуглить просто по названию. Еще пару секунд подожду, чтобы все сфоткали, кто хотел. Ну, и мне остается только поблагодарить вас, за то, что вы меня послушали. Предлагаю перейти к вопросам, если они у кого-то есть. А чтобы было интереснее, автора лучшего вопроса мы наградим нашими личниками. И сейчас будет магия. Возможно, не такая плавная и быстрая, как я планировал. Но миг завтра будет у меня уже в онлайне на экран. И я скажу миг завтра в конце презентации. Всем привет. Раз-раз, Даня, ты нас слышишь? Да-да, всем привет. Слышу, хорошо. Магия. Есть вопросы у нас? Спасибо большое за вашу презентацию. Очень удивительно было, что написано, что она записана. Было так интересно слышать, как будто in real life. Вот. Вопрос следующий. Вы говорили про то, что есть безусловная какая-то стоимость проведения данного исследования. Есть ли секрет, сколько примерно по итогу эта стоимость составляет и как быстро она отрабатывается? Можно сказать? Ты имеешь в виду отрабатывается в плане пользы приносимой или по времени выполнения? Скорее в денежном смысле. То есть как быстро эти деньги отрабатываются за проведение презентации? На самом деле все очень индивидуально и отвечая на это надо понимать для кого делаешь тестирование и как делаешь тестировать. Ну, например, ни для кого не секрет, что продукты большие, они вообще не жалеют бюджет на такие вещи, просто потому что польза приносимая даже, не знаю, условно. Собралась крутая команда исследователей и придумала, как увеличить конверсию на 0,1%. Вроде статистически это очень маленькая цифра. Но если вы какой-нибудь позон, для вас просто миллионы и миллиарды до полученной прибыли. Поэтому там тестирования идут параллельные, очень много и туда сливаются огромные бюджеты и даже если там одно из сотен тестирования выстреливает, это все равно перекрывает вообще все тестирования, которые там заботно, например, огромная хаус-команда делает. Если мы говорим про специфику тестирования и вообще любых исследований, которые приходят с внешних, какие-то внешние клиенты, например, к нам, то здесь, конечно, все не так прогнозировано. Скорее всего, польза, которая там принесет, это больше экспертиза какая-то, потому что люди, которые приходят за исследованием, клиенты, приходят за исследованиями к нам или к любой другой команды, которая этим занимается, они идут в первую очередь за экспертизу, потому что если бы они могли бы провести такое исследование у себя, хаос, это было бы для них проще и скорее всего дешевле, потому что не секрет, что на зарплате сотрудников всегда проще держать, чем нанимать на какое-то время других компаний, но у них просто нет такой экспертизы, это тоже абсолютно нормально, поэтому отвечая на свой вопрос, если это продукт, то любое исследование, которое приносит какой-то значимый результат, он сразу мгновенно перекрывает, особенно если большая прибыль, большая оборот компании, она сразу перекрывает все исследования, когда вы приходите за исследованием к внешним командам, то тут множество факторов должно совпасть, в том числе и вы, должны прийти на ряду уже с какими-то гипотезами, потому что если прийти просто и сказать «Чуваки, мы слышали, что исследование есть такая тема, и она довольно сейчас популярна, а с чем к нам поисследуйте», то, наверное, это будет слить бюджетом, ну, просто потому что никогда внешняя команда так глубоко не копнет, как вы знаете сами, либо копнет, а это просто будет очень дорого и долго, поэтому здесь все зависит от такого симбиоза клиента и нас как команды, которые это будут выполнять. Чаще всего, ну, лично по моему опыту, исследования окупаются, и исследования выходят в плюс в долг продукта, когда сам клиент подходит к этому очень здорово, то есть он приходит и говорит, ребята, у меня есть тут такие гипотезы, скорее всего, это можно проверить какими-то типами исследований, давайте что-нибудь придумаем вместе, и вот тогда это прям работает хорошо. А насчет стоимости там ответить в цифрах то это может быть от сотен тысяч рублей просто что-то простое до миллионов, когда вы там, например, на несколько месяцев работаете, полгода над чередой исследований, работаете по заявкам, например. Короче, тут все очень индивидуально. Надеюсь, что смог отценить. исследования релевантно проводить для очень-очень крупных компаний и лучше для среднего бизнеса вообще не делать. К среднему бизнесу нужно подходить гораздо более смысленно. Короче, не сливать бюджет в крупные исследования, когда вы не понимаете, зачем вы их делаете, но если у вас уже есть гипотеза или понимание того, что кажется, тут что-то можно улучшить, то это может закупиться. Спасибо большое. Спасибо большое. Есть еще вопросы? У нас есть еще 3 минуты. сутки. Так, вопросов нет, Эх, ну ладно. Бойте. Предполагается, тестирование готового продукта или, например, дизайнер с аварией и это как-то тоже будет тестировано? Ну, то есть, просто... Тестировать вообще что угодно можно на самом деле. Бывает такое, что продукт в с нуля запускается и мы хотим проверить наши прототипы. В таком случае вообще без проблем. То же самое юзабильность тестирования какие-нибудь глубинки до этого еще, по-моему, и можем заранее посмотреть, нормально, удобно ли мы заподрессируем. Особенно, когда мы входим в какую-то область, где есть уже конкуренция, где есть люди... если мы говорим про что-то готовые продукты какие-нибудь, то да, тоже можно там с помощью... типа... А для тестирования он только юзабильность, естественно, когда мы сравниваем один вариант и второй. Ну, скажи, например. А технических которые без опыта? У нас есть дизайн-фильм, например, да, и вот это какой-то сервис там, где-то отрели запасть сначала, frontback, а потом уже дотестировали, да, аватра. Не, прототипы, например, можно прям закидывать ссылкой на сервис, например, Fabuza, и он там будет ссылкой открываться, мы, соответственно, перелинковываем просто все возможные кнопочки и смотрим, как пользователь идет. Не обязательно что-то встать, можно закинуть по-английски и перелинковать, даже так бывает. Понял, благодарю. Спасибо. Ой-ой-ой, что так сразу нельзя было? Здравствуйте. Вопрос такой, если исследование не принесло какого-то результата, либо наоборот принесло боль, что решается в этом случае? Кто исправляет? Ну, то есть, исследователи это уже на стороне заказчика запускаются? Ну, здесь, опять же, надо понимать, говорим мы там о овенхаусе, исследованиях продуктов, потому что в продукте это постоянно происходит. Вообще, далеко не все исследования показательные далеко. Далеко не все исследования проходят с каким-то нужным результатом. Иногда у нас просто не подтверждается ни одна гипотеза, и мы можем грустно сидеть, не знаю, и слить много бюджета. Но, опять же, говорю, в продукте это норма, потому что любой положительный какой-то профит, который 90 хотя бы одной исследований из 10, это уже очень много для продукта. когда мы говорим о том, что клиент со стороны приходит, то я в первом вопросе примерно на это же отвечал, тут все очень сильно зависит от зрелости клиента и от того, как он подходит к этому. Когда ты приходишь и говоришь, хочу исследование просто потому, что я знаю исследование, скорее всего результат будет так себе. Все-таки лучше приходиться заранее каким-то уже, ну если не сформированы гипотезы, то хотя бы проблемы, тогда с большой вероятностью исследование не сольется и будет быстрый результат. Ну я скорее спрашивал, когда исследование вывело какую-то гипотезу, то есть пришли с конкретной проблемой, исследование проведено, пришли к какой-то гипотезе, реализовали ее и в итоге гипотеза не выставила. То есть все зависит от клиента, если он это примет, то он помнит. Такое даже бывает, здесь наверное лучше проводить что не так. Скорее всего в процессе исследования не учли какую-то деталь, не учли множество деталей, если например контекст какой-то использования онлайн проводили, а в оффлайне все по-другому, потому что люди чаще бегут этим приложением пользуются и там вообще надо по-другому подходить к этому. Скорее всего какая-то ошибка исследования значит и по-хорошему просто провести вероятно чтобы этого не было дальше но это есть линхаус команды спасибо давайте последний время заканчивается привет у меня вопрос по поводу как вы набираете респондентов то есть если сфера области специфична например люди газовые аутрицы и целевая аудитория например пользуется кто-то аутлуком кто-то гугл календарем то есть разные приложения и как вы подбираете эту базу собираете когда база когда вообще целевые аудитории целевая аудитория она узконаправленная чаще всего ты пытаешься законнектиться с клиентом с бизнесом потому что довольно тяжело как ты сказал за веков найти просто каких-то сайтик или телеграм-каналы с большой вероятностью у клиента либо у продукта если он уже существует есть какая-то своя база данных поэтому можно попробовать собрать что-то от них а еще как вариант есть такие сервисы и услуги на рынке по подбору когда слишком узконаправленная аудитория то есть есть люди которые этим профессионально занимаются если бюджет позволяет то можно к ним обратиться есть куча англоязычных точно я знаю русских я знаю что там пару по моему компаний этим занимается один раз он станков было и мы гуглили но в итоге по-моему с клиентом порешали и вас данных хорошо использовали так спасибо спасибо всем да ну тебе слово решает кому пойдет подарочек мне очень нравится первый вопрос он был с такой подковаркой было на него интересно отвечать поэтому я занял кстати внешники есть не только у Дани поэтому факт и не ладно сегодня спасибо Даня поприветствуем второго спикера и шаг у меня я немного застала буду чуть-чуть поглядывать старался писал долго посмотрим что из этого получится мне надо на начало передпадать а можно секунду 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 ребят для того чтобы понять о чем собственно речь так собственно красивая немного поездив по разным конференциям посмотрев послушав дизайнерские секции очень часто натыкаемся на такой формат что все показывают вот такое нарисовали вот такое красивое сделали вот у нас видосики у нас презентации все классно круто здорово летает и создается впечатление что дизайнеры это такие ребята которые со своим смузи со своим макбуком сидят в каком-нибудь не знаю в городе стране ресторанчик что-то там двигают делают всякое красивое классно здорово романтика хочу туда периодически приходят что-то делают ну и соответственно но на самом деле немножко не так плюс ко всему есть те ребята которые хотят дизайн но не умеют очень сильно хорошо рисовать красиво или какие-то такие вот вещи но очень сильно хочется вот собственно что делать тем кто ну не художник природы но при этом умеет думать что такое на самом деле дизайн особенно в продуктов компании я по-моему не представился да-да-да соответственно меня зовут Миша я работаю в компании это продуктовая компания как выглядит собственно дизайн изнутри продуктовой компании и всегда ли это что-то красивое что мы с вами будем рисовать так рано соответственно вот вы допустим дизайнер что-то рисуете что-то делаете нарисовали какую-то красоту прибегаете к заказчику и такие типа о давайте вот это сейчас реализуем красиво офигеть заказчик на все это дело смотрит и еще в этот момент собственно думает заказчик особенно в продуктовой разработке как правило для заказчика это сроки сроки это всегда деньги и причем очень большие деньги потому что если это большая компания у вас существует огромное количество разработчиков еще большее количество тестировщиков аналитиков менеджеров которые там собираются все это дело переделывать и вы ухлопаете ну допустим пускай даже два спринта это собственно месяц работы если вы все на круг это посчитаете сколько там стоит вот офис вот эта вся история бешеные деньги соответственно получится для как бы для бизнеса или для заказчика это все все-таки ну как бы конкретные материальные затраты а вы предлагаете что-то просто ну типа классное обоснования этому классному большому счету нет может быть там конкретно вам классный еще там 5 человек оценят а остальным ну действительно красиво или нет понадобится или не понадобится вот или допустим вы там не знаю руководитель какой-нибудь команде дизайнеров и вот ваши дизайнеры к вам приходят такие кнопку синюю сделали смотришь на это приложение на наше собственно приложение смотришь смотришь на дизайнеров а собственно зачем ну вот серьезно зачем мы все это будем делать вот мы сейчас кнопки перекрасим переделаем главную хлопаем 3-4 месяца разработки на всю эту историю вбухаем в это какие-то миллионы рублей и все остальное а вопрос-то остается как бы без ответа для чего какие вот вещи мы с вами будем туда вкладывать и как мы от этого отобьем все эти деньги и зачем мы все сейчас будем перекрашивать ну или какой-то новый продукт если это плюс-минус заказная разработка можно долго усердно разговаривать с заказчиком перерисовывать все эти дизайны искать какой-то уникальный идеальный который не знаю понравится всем 30 директорам и женам и детям и все остальное чтобы ну вот стили классно здорово пользователей ноль ну красиво пользоваться почему-то не пользуются ну и вот в таких вот диалогах собственно с своим руководством или чем-то еще когда я прибегал и такой типа о классно здорово сейчас все передизайном мне сказали очень интересную фразу и она немножко полнала мне сознание фраза звучала примерно так сейчас процитирую все изменения в дизайне должны иметь цель оцифрованную то есть соответственно всегда нужно каким-то образом посчитать в деньги во время в пользу то что вы сделаете условно красивое и каким образом мы будем с вами считать что такое красивое как мы можем эту красоту пересчитать в угли например как-то еще ну соответственно потихоньку будем на этот вопрос отвечать и у нас есть собственно наши любимые циферки воронки и аналитики в предыдущем докладе звучало то что как раз рассказывал спикер про то что есть продукты у них там есть какие-то цели задачи ну и соответственно отправной точкой это ваши собственно может быть воронки посмотрев там какие-нибудь курсы видосы или что-то еще вы можете там наткнуться ну вот есть вороночка туда-сюда мы сейчас глянем где у нас есть просадочка и пойдем как бы тихоньку это все улучшать дело в общем до 5 минут зашли и вышли приходите к аналитикам особенно в большой компании и говорите друг нам нужна вороночка тебе скидывает вот такой документик это вот чуть-чуть то есть конкретно по одной конкретной воронке по одному конкретному сценарию в одном конкретном приложении собственно нашим отчетик и вот там таких графиков 50 штук плюс таблички и еще портянка текста ты такой так понятненько чтобы это прочитать нужно хотя бы день чтобы в этом разобраться лучше недельку а чтобы что-то нагенерить лучше хотя бы месяцок а отчетик каждую недельку либо две вам падает на почту вообще капец я же вроде картиночки пришел рисовать сейчас красивенькое все сделаем красненькое зелененькое все будет моргать вот такие циферки прилетают что с этим делать непонятно и вы как дизайнер потихонечку начинаете в этом разбираться сидеть смотреть проверять что мы будем с вами улучшать что мы будем с вами делать собственно почему падают вот эти все воронки почему нужно это как-то развивать и еще каким-то образом предлагать какие-то идеи по улучшению с точки зрения дизайна приходят сделай красиво чтобы работал блин это не тз что красиво где красиво в каком формате ну вот мы все примеры разбирать не будем у нас есть вот собственно вороночка вороночка по формированию заявки на выдачу денег клиентам и есть маленький кусочек маленький кусочек у нас состоит из фотомодуля соответственно есть как делать селфи казалось бы да но полезная штука потому что по статистике по которой мы смотрели казалось что самое популярное селфи среди мужчин это тоже вот с этого ракурса серьезно девочки еще ладно более-менее нормально делают а мальчики вот ну типа лежа сделал селфи что сфотом непонятно и вот кстати вот эта вот иллюстражка она вроде простая но помогла довольно хорошо вышить ворону вот после этого собственно сам фото модуль по сути зеркальца загрузка и успешная загрузка либо не успешная загрузка но сказал что здесь может пойти не так ну типа селфи селфи в картинке зеркальце и загрузка либо не загрузка соответственно будем каким-то образом смотреть вам приходит такой вот отчетик успешная загрузка селфи обхода в фото модуль мы смотрим ну там в районе 90% у нас люди это дело загружают 10-15% куда-то пропадает куда пропадает совершенно непонятно а хотелось бы чтобы пропадало меньше что делать приходит бизнес сделай красивый это как у тебя же просто ну типа видоискатель что сделать ну типа зеркальце храму нарисовать что сделать рамки какие-нибудь зеленые сделать и как вы-то на лицо сделаете ну типа никак может быть как-то еще с картой когда вы фото можно как-то заморачиваться но селфи что придумать серьезно мы сейчас будем учить людей как делать оказывается надо и вот эта вот хитрая табличка коэффициент показывает типа с какого раза человек получается у него сфотографировать себя ну типа в среднем с первого раза получается все хорошо что делать непонятно ладно запомнили этот кейсик запомнили соответственно нашу табличку к ней еще вернемся вторая часть исследования опять же хорошо отсылается к первому докладу собственно исследования которые проводятся у нас это конкретно так называемый айтрекинг это когда респондент называется мы отслеживаем движение класс как он пользуется приложением сценарием чем-то соответственно смотрит и чит и вроде вот ну сейчас мы будем делать исследования дизайнеры тоже будем смотреть он проходит исследование мы наблюдаем за этими людьми как они все это делают и вам дизайнерам а вот так из зрения когда он присылает кругляшок желтенький он бегает глазками смотрит прям видно как глазки шевелятся размечается приложение и вот эти самые области вам дизайнерам вот такую таблицу прислать соответственно так до красоты не добрались смузи уже совсем не радует соответственно смотрим на эту историю очень интересно ничего не понятно надо каким-то образом во всей этой истории разобраться вот начинаем потихонечку разбираться смотреть как наши клиенты пользуются конкретно вот этими экранами циферки не видно но не суть там все хорошо смотрит соответственно себя видит соответственно кнопочку делает фотографию видит сверху подпись что нужно сделать в целом сложно тоже разобраться и тоже все вроде в порядке никаких особо проблем нет ну как как будем улучшать очень интересно тоже соответственно ничего не понятно вот сценарий соответственно вороночки та самая таблица как человек проходит сидим дальше думаем думаем потихоньку разбираемся как собственно с этим делать и довольно просто вот эта кнопочка круглая которая фотографируется на втором экране она появляется не сразу с небольшой задержкой потому что сделан процесс автофотографирования то есть когда фотомодуль понял что у него нужен кадр нужно расположение лица он сам открывает фотографию дальше грузит ее и отправляет и вот самое интересное оказалось что люди по большому счету фотографируются почти там 20-30 секунд то есть они пытаются поймать 30 секунд и не могут каким-то образом это сделать на исследовании это незаметно потому что штатив прикрует штатив и телефон прикручен человек сидит в этих очках ему строго напросто запрещено с ними бегать потому что оборудование дорогое соответственно воронки мы тоже никаким образом не увидим но оказывается что для того чтобы сводить себя сделать селфи человек ну как бы тратит очень долгий промежуток времени почему ну вот задача для дизайна до красоты так и не доберемся не надейтесь вот ответ оказался довольно интересным фотомодуль настроен таким образом что ловит он лицо тогда когда вы его собственно засунули фактически в дубло вот а люди оказывается не воспринимают себя без прически внезапно соответственно вот они полчаса вот эти 30 секунд телефон вводят 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 не попали как-то сфотали ну как попало потому что кнопка появилась система в каком-то формате это все дело переварила отправилась ну и дальше у нас потери либо как бы человек просто в процессе ему надоело он закрыл либо ему система потом отказала потому что фотка кривая ну как бы вот либо вот с такого рамка с фото там очень интересно вещи попадаются вот соответственно банально перенастроив скажем так когда захватывает лицо модуль мы на 20% сократили время работы с фото модуль ну то есть вот как бы задача с точки зрения дизайна улучшения икса и вам в основном приходится работать с таблицами цифрами графиками аналитиками и в итоге мы ничего не нарисовали то есть мы по сути дела пошли к ребятам которые отвечают за фото модуль и говорим вы настроите пожалуйста адекватно чтобы оно работало и все случилось само собой ну в общем вот такой вот примерчик с точки зрения работы всей этой истории периодически все-таки нам хочется сделать что-то симпатичное что-то хорошее и соответственно мы сталкиваемся с задачей как собственно в итоге к бизнесу прийти как вот продать то есть с одной стороны мы решаем какие-то задачи опираясь на цифры с другой стороны мы все-таки что-то хотим каким-то образом сделать и как бы ответить на наш вопрос а как нам все-таки это посчитать что в итоге это принесет у нас как бы внутри компании есть проблема оказалось что дизайн дизайн система ну мягко говоря не дизайн система и она так как хотелось бы она не работает разработчики думают на дизайнеров что они там не очень хорошие ребята и рисуют всякую течь дизайнеры думают на разработчиков что у тех руки не с того места растут и они не могут ничего нормально заходить ну никто в итоге никаким образом не разбирается а что в итоге как бы страдает из-за всего из-за этого что хочет бизнес вот что как вы думаете обычно хочет бизнес денег ну либо сэкономить деньги соответственно нужно побыстрее побыстрее половчее каким-то образом чтобы сделать ну и как бы хотелось бы наладить коммуникацию но в то же время какую-то красоту сохранить потому что мы же все-таки плюс-минус хотим сделать красивее вот сейчас к этому дойдем мы утыкаемся в ту проблему что у нас допустим в приложении очень много каких-то узлов которые выполнены по-разному и то есть мы даже не хотим все передизайнить заставить бизнес выделить огромное количество денег на то чтобы сделать как-то там особо мы хотим просто прибраться мы хотим сделать так чтобы те модули которые там узлы приложения были одинаковые то есть какие-то экраны успехов в разных местах выглядели ну просто одинаковые картиночки, тексты все остальное чтобы какие-то кнопочки были тоже там одного размера чтобы они между платформами не были разного размера потому что у нас между iOS и Android оказалось что вот чуть-чуть цвета отличаются там красненький тут красненький но потом там циферках в тексте на три значения отличаются глазом вы это не заметите никак а наши пользователи клиенты все тем вообще-то фонаря вот насколько он красненький насколько тут вот серенький за всей этой историей вот соответственно цель продать вот эту вот уборку какую-то ну скажем так инсистентность чтобы все было хотя бы стройненько красивенько одинаково одинаковый ну вот стоп влетаем мы соответственно к бизнесу таки ща мы тут порядок наведем будет классно здорово бизнес и че что изменится не знаю будет круто ну так себе мотивация ну вот как зачем незачем вот а все-таки нужно но в большинстве случаев все-таки умные люди не просто так дизайн с системой будут она же какие-то проблемы должна решать соответственно какие-то проблемы она действительно будет решать скорость разработки а болит ли у бизнеса скорость разработки действительно болит ну заперлись думаю надо что-то придумать посчитать зачем мы все это будем делать полезли мы, короче, скоперировались с разработкой и такие, типа, ну, это же влияет, что, на скорость задачи, правильно? Соответственно, дизайн-система, все будет быстренько, верстать, прям, классно, будет работать, здорово, дизайнеры быстрее поставляют задачи, думать в некоторых вопросах не нужно. Сейчас мы посчитаем скорость задачи. Делаем запросик, это вот эти наши боевые задачки, и желтеньким подсвечено, где мы в сроки не попали. Ну, типа, прям совсем не попали. Ну, и там она такая, довольно длинная, можно долго скролить, и у нас вся таблица желуденькая. Мы такие, а, класс, мы нашли, собственно, ответ на наш ответ, вот наша метрика, у нас вообще ничего не попало в прогнозы, собственно, разработок. Кстати, искали по тем задачам, которые хоть как-то связаны с UI. Ну, то есть, там, как бы, если только backend, мы их сюда не учитываем. Но, как бы, на самом деле, в общем-то, показатель косвенный. Ну, то есть, как бы, могло бы не быть людей, могли там какие-то еще причины случиться, и, как бы, пока 5 задачи, срок задачи можно, как бы, из-за чего угодно, но не обязательно из-за дизайна системы. Начинаем потихоньку считать. Начинаем потихоньку разговаривать с разработчиками. Начинаем понимать, как у нас устроены процессы, каким образом нам можно все это дело подсократить. Сделали выборку на наших задачах, каких-то посчитали, собственно, потерю времени в тех или иных моментах, когда происходит поставка ценностей. То есть, только на этапе груминга мы в той выборке задач, собственно, порядка, собственно, 112, как раз там, 120 задач, которые мы посчитали за определенную сколько времени, только на этапе груминга мы в каждой задаче в состоянии сэкономить один день разработчиков только на болтовни. То есть, чтобы не выяснять, а вот здесь как вот вот тут, а вот здесь вот как картиночки, а вот здесь как вот еще что-то сделаем. Просто банально сократив коммуникации, мы сокращаем 121 день работы людей в рамках этих задач. В процессе разработки мы также банально на коммуникациях выяснение, что же как-то не так все двигается, сокращаем порядка 27-8. На багах, которые мы тоже посчитали, которые возникают и сколько времени тратятся на выполнение этих багов, это порядка 68 рабочих дней. И это все вот плюс-минус на выборке из 112 задач. То есть, как груминг, это по одному дню с каждой задачей. 112 задач это очень мало в рамках большой IT-компании, которая именно продукт делает. Ну, то есть, как бы это прям очень-очень немного. И в итоге ему получается, что 28 человек и дней флот экономит. То есть, по сути, чуть-чуть улучшая процесс, причем мы улучшаем его и делаем идеально. То есть, вот этот как вводя дизайн системы, мы улучшаем, мы заложились на то, что мы буквально там на 5-10 процентов сделаем лучше. Мы вот исходя из этого, посчитали вот эти сроки, опираясь на конкретные задачи, цифры, время, все это уже ремонтируется, там, ведется и так далее. И мы, по сути, сэкономили год работы одного человека. То есть, как бы просто один человек может в течение года не тратить вот время на всю вот эту вот ерунду. И казалось бы, вроде, ну, что мы тут посидели, поговорили, порешали, пошли к дизайнеру, созвонились, особенно на удаленке. Дождались, когда он там допьет свой смузи в этом кафе, сможет там ответить. И вот как бы на всех вот этих вот временных, ненужных, казалось бы, вещах, плюс тех проблемах, которые возникают с того, что кто-то детит, что-то недопонял, ну, прикиньте, сэкономили, например, год вашей работы. Просто так. И вот как бы в разрезе кажется, что это все, ну, уж довольно интересно. Дальше множим на фолт, который мы тратим на то, чтобы оплатить, ну, какого-нибудь дорогостоящего разработчика, который какой-нибудь сеньор, помидор, который у нас умеет все делать. Множим, плюсуем туда у нас какие-нибудь затраты на офис, на печеньки, на кофе или там еще на какую-нибудь технику. Ну, я по старинке с офисом не люблю. Вот. И получается, да, очень хорошая как бы сумма денег. И после этого, уже приходя к бизнесу, мы смогли сделать таким образом, что нам впервые на моей практике за 4 года работы в этой команды, в этой компании, выделили целую команду для разработки, чтобы мы самостоятельно могли перепелить дизайн систему и улучшить все эти самые процессы. Вот. Соответственно, мораль-то всей этой истории какая? Зачем я вам все эти таблички показываю? В общем, даже если вы не художник отбока, не в состоянии рисовать что-то такое, вау, и все это истории, то разбирайтесь в цифрах. Понимаете, аналитику, улучшайте процессы, улучшайте сценарии, учитесь продавать через цифры всю эту историю, ну, особенно в продуктовых компаниях. И толку в финальном, скажем так, результате, с точки зрения денег для бизнеса, будет сильно больше. Потому что там какую-нибудь загогулину фигулину, какую-то очень красивую, вы точно не посчитаете, но скорее всего, ну, насколько она там лучше станет. Треугольнички или кружочки вашим платком будут. Ну, вот, скорее всего, так. И в итоге те люди, которые, как бы, те дизайнеры, особенно те, кто, как бы, улучшают сценарии через цифры, понимают, зачем они это делают. Их задача становится более востребованной. Они, как бы, начинают работать уже не только как дизайнеры, но как там продукты, аналитики, и, как бы, развивать в том числе какой-то продукт, либо, в нашем случае, скорее всего, продукт. Вот. И они более востребованы. Их держат на работе, им платят больше. Их удерживают и не хотят отпускать. Потому что они ценны не с точки зрения, что они что-то красивое нарисуют, а в состоянии конкретно в рублях принести по пользу и прибыли. Потому что все эти ваши улучшения воронки, их можно посчитать прямо в рублях с точностью до копейки. В рамках большого продукта, поверьте, это гигантский цифр. И в целом, какой-нибудь простой задачей на улучшение какой-нибудь воронки, там, ну, как, 5-6 процентов много, ну, вот, как говорили, 0.1 или хотя бы там 0.2-0.3 процента, скорее всего, вы это отобьете почти весь вход, который будет потрачен на вас за всю жизнь. Вот. Ну, вот такая вот, собственно, небольшая мораль. И для тех, кто может быть не сильно хорошо рисовать, как я, вот, это будет, собственно, каким-нибудь дополнительной мотивацией, чтобы пойти в дизайн, либо начать изучать какие-то новые вещи. Я в целом, все. Да, кстати, у нас тоже есть ништяки от нашей компании. А я прикрываю тебя, что пока ты микрофон включаешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то вначале я забыла это сделать. Есть вопросы у нас? Спасибо большое за ваше выступление. Очень интересно. Вы озвучивали такой поинт, что термин, точнее, мотивация будет круто, она не мощно, ну, не самоработающая, что всегда интересно, как конкретный дизайн решения будет конвертировать деньги. У меня такой вопрос, может быть, за часть я даже спрашиваю ваше личное мнение, ну, как специалисты. Вот. Очень немногие приложения делают какой-то очень сильный такой интерактив вначале, ну, какие-то сложные решения, то есть непонятные конвертируемые и так далее. Как бы вы объяснили феномен того, что делают вначале предложения Pure, почему такого нет в других приложениях? И как вы считаете, это им покупается? Вначале приложения делают круто, правильно я услышал? Ну, вы видели, как ее открывается? Нет, не видел. Кто это? Ну, короче, обычно в приложениях вначале есть некоторая заставочка, которая каким-то образом отрекается во всей этой истории, там, что-то как-то красивое и все прочее. Как правило, чем больше красоты, тем больше маскируют процесс загрузки. Ну, то есть, вам некоторым образом нужно заставить таким человек удержать в тот момент, когда он грузится, есть какое-то исследование, которое, ну, там, косвенно плюс-минус напоминает эту историю, что вот человек, который видит там какие-то баннеры, либо вот эти фу-фу баннеры с рекламой, у него есть время, которое он там готов это дело терпеть. Ну, вот просто банальные исследования. Если это время больше, то там вполне себе такой интересный кривой, народ просто отваливается и закрывает приложение. То есть, скорее всего, у вас есть время загрузки. Время загрузки может быть долгим, скорее всего, может быть, в этом приложении. Вам надо людей как-то удерживать. Если человек видит что-то интересное, дрыгающееся, то, скорее всего, фокус внимания будет заострен на этом, и время будет лететь как бы, ну, быстрее в этом случае. Вот. Поэтому, как бы, можно этим маскировать. Но лучше, конечно, сделать там хороший бэк, хорошую загрузку и там все, все дело не просасывать, чтобы, ну, просто не тратить время людей и там, ну, типа, за 2-3 секунды максимум загрузить что-нибудь, а лучше за 2 секунды, чтобы у вас появилась какая-нибудь скелетная анимация, и дальше прогрузка для контента нужна. То есть, как правило, это маскировка долгой загрузочной. Окей, хорошо, спасибо большое. Добрый день, спасибо за доклад. Я хотел такой вопрос задать, возможно, еще два. Говорили про сокращение сроков, да, человек и часов, и вот я хотел спросить про, скажем так, синхронизацию дизайнеров и команды разработки по части спринтов. Дизайнеры тоже должны работать с разработчиками, или они все-таки, как бы, всегда там на подхвате сидят, мало ли какие там доработки, потребуются инвентарии со стороны разработчиков. И тут же второй вопрос, такой, тоже касаемо суда. Вот есть критерий готовности у задачи, а требования какие-то по готовности дизайна, ну, они должны быть, то есть, ну, проверить его готовность к, грубо говоря, работе с дизайном разработчиком. Окей, первый вопрос. По поводу спринтов и не спринтов. Я в разных компаниях работал и по спринтам, и сейчас работаем мы без спринтов. Соответственно, чем мне нравилось работать по спринтам? Я на самом деле понимаю разработчиков, ты закоммитился на три задачи, такой, типа, на грубинке, а, буду рисовать, наверное, дня три скажу неделю. Вот, ну и, соответственно, сидишь, спокойно рисуешь, делаешь, тебе никто не прилетает с инжектами, ну, типа, а, у нас пожар срочно сделает, там, директор ждет, надо вот сегодня ночью туда-сюда, лясен-трясен. Классно, вообще, с точки зрения, скажем так, именно как исполнитель, с принтами, вообще, божественно. Мне очень сильно нравилось. Вот. Но там была проблема в том, что конкретно в той компании был очень большой лад между дизайнерами и разработчиками, и мы, как бы, небольшая компания, и мы бы отрисовали, по сути, там, почти намерз вперед работы. То есть, был бы очень дикий легоси в коде. И вот все, что мы нарисовали, вот этот вот намерз вперед работы, к большому вкусу, типа, в стол. То есть, как бы, у вас в любом случае через, даже месяц-два меняется ситуация, меняется, там, видение или что-то еще. То, что вы сделали, я бы нафиг не нужно, соответственно. Но удобно, конечно. Сейчас я, как бы, работаю таким образом, что мне не сильно нравятся спринты. Вот. У нас есть, как бы, менеджеры-аналитики, у них есть, как бы, свой спринт. И есть разработчики. У них, собственно, свой спринт. Мы ближе сдвинуты к, собственно, к менеджерам и с аналитиками, потому что мы с ними в паре работаем. И теоретически, как бы, можно за уши притянуть то, что мы работаем, в общем-то, по спринтам, но с менеджерами и с аналитиками. То есть, как подготавливаем эту историю, потому что они тоже комитятся. Но как таковых спринтов нету, потому что дизайнер может сегодня, не знаю, хороший тут как-то пошло, он придумал решение, какое-то юсовое крем приходит, говорят, например, с фотомодуль. Он может как бы и долго додумываться до этой истории, а может вот повезло, как-то вот. Сегодня он это придумал. Дальше что, человек у нас оставшиеся две недели сидит и смузь бьет. Но не сильно хорошо, то есть не сильно эффективно. Поэтому у нас плюс-минус задачи просто не сыпятся, есть разные управления, которые поставляют задачи, мы их просто оттуда потихоньку расхватываем, но стараемся идти так, чтобы мы на спринт на два, но дальше мы не убегали от разработки, потому что все, что дальше, это точно стол. Никто делать не будет. Так, второй вопрос, я чуть забыл, влегся. А про готовность? А, про готовность, да. Ну, соответственно, про готовность. По идее, как бы, нужно как бы ну, это отдельно тоже, на самом деле отдельный доклад тоже хотел сделать, это как бы есть понятие, как бы, задачи, задачи должно быть описано, что мы делаем, зачем мы делаем, что мы решаем, чего хотим все добиться и так далее, и так далее. Ну, то есть какой-то принцип постановки задачи, он, как бы, довольно известен. Соответственно, решает ли то, ну, вот эту проблему, то решение, которое предложил дизайнер, или, допустим, гипотеза, или что-то еще. Ну, здесь, там, в некоторых случаях, наверно, ну, то есть, вот, нашли проблему, переделали этот самый фото-модуль, например, дальше меряем, ну, типа, до-после, какой результат, либо АБ-шку. С точки зрения именно самого дизайна, ну, нам, как бы, в компаниях, наверное, плюс-минус проще, потому что есть система. Ну, то есть, как бы, мы не хотим, чтобы дизайнеры прям сильно-сильно креативили конкретно в каждой задаче, потому что у нас целая команда, если сейчас всем дать свободу, елла-балла, прикиньте, как приложение будет выглядеть, это будет, каждый экран, это отдельное приложение, так делать нельзя. Вот, соответственно, мы на эти грабли частично наступили, у нас там разные управления, там разные эти вот картиночки, туда-сюда, сидишь, думаешь, по-моему, твоей женщине, как так-то. Вот, соответственно, наверное, вопрос больше про заказную разработку. Ну, да, наверное, да, наверное, это больше. Ну, тут скорее вовремя остановиться. Я работал в заказной разработке, вот это прям, ну, для меня была проблема, сейчас мы еще лучше сделаем, еще лучше сделаем. Вот это такое, е-мое, все, все бюджеты просто капли. Давно сидишь, вечерами все это делаешь, ну, как-то тормозить себя. Вот, в заказной разработке я там плюс-минус стараюсь сейчас пропагандировать тоже такую историю, ну, спустите, что-нибудь, смотрите, будет это работать или нет. Ну, потому что, может, это вообще нафиг никому не нужно. Или сайт таким-нибудь батареем делаете, так какая разница там. Главное, чтобы найти эту батарею, нужно. Мы делали сайт в свое время трансформаторным. Представляете, как они выглядят? Сделать красивый сайт, хотя заказчик еще пришел такой, говорит, нам нравится Apple. Я такой, здорово. Вот как только у вас трансформаторные будки будут выглядеть как Apple, обязательно. А до тех пор не получится. Поэтому мы это сделали просто в виде чертежей. В общем, ну, как бы, струнный сайт. В общем, пока все так. Так, ну, я тут вот сейчас еще один вопрос. Да, там парень что-то подымал, я увлекся, извините. Спасибо за выступление. Сначала хочу сказать, у меня, честно говоря, есть два вопроса. Один более фастфудный, другой несколько витиеватый и сложный для восприятия. Пожалуй, с него начну. Тестирование. Это во многом социология, верно? Потому что работа с людьми. В социологии есть такая вещь, когнитивное искажение, эффект голов. Когда на первичном восприятии очень сильное впечатление оказывает визуальный образ. И вот мне с этой стороны интересно даже немножко поспорить с самим основным тейком. Насколько вообще часто такое бывает, что на юзер-экспириенс очень сильно наслаивается вот это первичное визуальное восприятие? Насколько в этом контексте важна красота? Опять же, смотря про что мы говорим. Если мы говорим про какой-нибудь, не знаю, там, пар, ресторан или какое-нибудь еще вот такое вот заведение, где вы получаете эмоции, там да. Ну, типа тут я не буду с вами спорить. Если мы говорим именно про какой-то продукт, который вам закрывает вполне конкретные ваши потребности, ну вот, объективно, вам нужно перевести деньги, например, маме. А вам ваша цель-то какая? Эстетическое удовольствие получить, чтобы деньги до мамы дошли. Вот, предположим, приложение выглядит офигенно красиво. Вы видите, такие, фа, все, пушка, бомба, ракета. Но деньги не дошли. Будете пользоваться? Ну, эффект головы подразумевает как раз то, что, да, функциональные стороны какой-то сущности, они перекрываются вот этим первичным образом восприятием. Возможно, в этом, ну, у меня просто все выступление, вот эта гипотеза в голове сидит, что такое потенциально возможно. Я бы все-таки разделял котлеты от мух, потому что, как бы, в некоторых моментах, да, ну, то есть, как бы, целиком и полностью заходите в ресторан, бегаете в таракан, фу, не пойду. Как бы вкусно не было. Вот. Но с точки зрения, как бы, вот каких-то сервисов, вам нужно все-таки, чтобы функционал был. Опять же, как бы, там, если выборки какие-то большие, и все-таки мы говорим про, ну, именно функции, там, жизненные потребности, там, закрытие конкретных задач по жизни, вот, там, как выяснилось, ну, то есть, мы проводили эксперименты с точки зрения, я вот там, несколько лет выступал, уже немножко с другой темой, мы там проверяли эффективность, там, всяких разных, там, красивые делали страницы, лендинги, и лендинги на компонентах, черно-белые, между собой сравнивали. Уговорил разработчиков, чисто ради фана, потестить всю эту историю. Вообще пофиг, угрознулся. Ну, вот, как бы, вот у нас там, несколько тысяч человек, тут несколько тысяч человек, и тут несколько тысяч человек. Воронка почти пулю в пулю. Ну, то есть, как бы, визуал не оказал. То, что мы видим с точки зрения исследований, те люди, которые пользуются нашим продуктом, ну, как правило, это все-таки наши клиенты. То есть, мы не ловим каких-то сторонних людей. Они уже, там, ну, как бы, понимают, кто мы, что мы, каким образом взаимодействуем, и мы вполне конкретные проблемы их закрываем. Ну, вот, как бы, на нас особо не влияет. Понятно, спасибо. На самом деле, хорошая получилась подводка к второму фастфудному вопросу. Не совсем с типичной стороны его задам. То есть, известно, в каких нишах, допустим, визуал и эстетика очень сильно решает, да, это всякая мод, там, бла-бла-бла. Какие, по вашему опыту, есть не совсем ожиданные, возможно, даже внезапные ниши, в которых эта эстетика точно так же решает? Не знаю. Вот такой фастфудный вопрос. Окей, извиняюсь за то, что загрузил. Да нет, я не из тех дизайнеров, кто умеет вот это вот всякое красивое, да, вот эта вся история. Я как бы, ну, так, образование программист, мне вот интересно, ну, вот, какую-то эффективность и прочее. Я решил в свое время брать вот, ну, как бы, циферки. Ну, то есть, как бы, если я приношу, как бы, бизнесу деньги, ну, какая разница, циферки рисует. Соответственно, я решаю эти вопросы. Вот. Ну, это больше шутка в формате, то есть, понятно, что нужно какие-то вещи соблюдать, там, в стиле, чтобы все это было как-то там контекстно и все прочее. Но есть отдельный мир, параллельно всей этой истории, там можно очень хорошо работать в этой сфере. Ну, вот как-то так. Спасибо тебе большое за ответы. Спасибо вам большое за вопросы. Ну, выбирай. Ой. А вот, мужчина. Тут два вопроса, я долго увлекся. Где ваш подарок? Ваш подарок где-то присоединится. Соответственно. Нет, там это. Там это один ген. Вот этот. Другой пакетик мой, он с водой. Там ничего интересного нет. Вот. В общем, это от нашей ТЭК-карпенни. В общем, всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Так, ну не расходимся. У нас еще Матвей. Перед нами выступит RedMed Robot. Спасибо. Привет, я Матвей. Я арт-директор RedMed Robot. Я помогаю дизайнерам делать человечные удобные интерфейсы. Еще они иногда красивые получаются, потому что дизайнеры талантливые. Это скорее вопреки. Есть ни при чем. Вот. Значит, мне нужен какой-нибудь эпиграф. Хочу, чтобы разговариваться. Прочитал недавно у Елоны Саркисовой про метод «Волшебника страны ОС». Она проверяла кажется там виртуальную реальность. То ли там игра была, то ли что, то ли какой-то симулятор, тренажер управления подводной лодкой. Они проверяли гипотезу, точно ли им удобнее управлять подводной лодкой голосом или может быть геймпадом, клавиатурой, чем-нибудь таким. Но там они худо-бедно собрали прототип подводной лодки. Но дизайнеры уже сложные, инструменты такие пока крутые, распознавание и речи статистикировать. И они воспользовались методом волшебников страны ОС. Это когда человек надевает шлем, он же все, он не видит, что происходит, ему же чего угодно продавать. Эта самая лода сидела там рядом, и когда человек говорит подлодка «всплывай», она сама у себя на клавиатуре кое-что нажимала, человек думает, что да, голос работает, полностью уверен, и управляет подводной лодкой голосом. Почему волшебник страны ОС? Потому что волшебник, не волшебник, что там грибов оказывался, да, такой фокусник. Типово, да. Не волшебство, а фокус. И это был эпиграф прототипирование оффлайн. Для начала нужно ответить на вопрос. Но я думаю, что многие понимают, именно так, чтобы чисто мое понимание с вашими анализировать. Прототипирование оффлайн это прототипирование чего? Оффлайн вообще слово такое, как это, понимаете? Ну, оффлайн какой-то такой процесс, за которым мы не управляем напрямую своим интерфейсом. Вот в этом вот сейчас смартфончике я переключаюсь, это, конечно, интерфейс и дела. А когда бы я, скажем, подходил к терминалу, да, вот в МВЦ талончика своим номером получить, ну, это уже что-то другого. Этим, как проектировщик сервиса, этим я не управляю. Это какой-то другой незнакомый терминал. Там телевизор где-то висит. Там непонятно где кабинки, я ничего этого не знаю, я отправляю своего пользователя по сути, свободное плавание. Я ему, допустим, в интерфейсе пишу, там, вы подойдете к терминалчику и распространите себе салончик. И дальше мы надеемся, что все будет хорошо. Или там кашель, да, Яндекс сделал, там, все, я машину забронировал, я не подхожу, а дальше уже открытие ручки, сел в машину, застегнулся, включил ее. И это все свободное плавание. Мы именно интерфейсом, дисплейчиком смартфона тут не управляем человеком. То же самое с Макаби. Или там какая-нибудь курьерская доставка. Типа мы, допустим, я в свое время работал YouTube, такой аналог Profi.ru. YouTube проще через Profi.ru объяснять. Человек заказал курьера, это все предложение, конечно, мы там классно сделали, цену тебе написали, а потом уже когда ты даешь ему коробочку, он ее в купырку упаковал, или он как-то там ее разбил, и как он по городу шел, это мы ничем не управляем. Но как-нибудь хочется вообще-то, как-нибудь хочется спрототипировать оффлайновое поведение. Но какими инструментами это сделать? Ну, до поры до времени мы, когда-то что-то такое требовалось, мы просто переговорки с ценой разыгрывали. Ну, если там, курьер, я курьер, ты клиент, давай, погнали, что ты в билашке жмешь, у тебя вещь, оборачивай, или я вообще-нибудь. Какой-то новый подход захотелось попробовать на нашем текущем проекте. Практично я сейчас буду так очень просто прачечная называть без особы без брендов. Пришел к нам брать мой робот-проект про прачечное некое, там даже логотип в некоторых местах будет, но он не бой. Практичная к нам пришла, они хотели, чтобы человек с помощью смартфона бронировал стиральные машинки, разбортировал их вовремя, а потом еще и после стиральной машинки, чтобы его и сушильную машину уже прочитал. Очевидно, вот я вообще скажу, его скажут, разумеется, а для меня не было очевидно, люди всегда пакетом заказывают, никогда человек не просто постирал и мокрую вещь там повез, а мы проектировали, так как будто бы это, ну, можно стирку заказать, а можно сушку заказать, нет, так, на самом деле, не бывает, когда все вместе заказывают. Вот. Что мы имеем? Нам клиент привез, заказал нам две стиральные машины, одну стиральную машину, одну сушильную, вот они у нас там в подсобке стоят, у нас тут такая стиральная лаборатория. Ничего, не сильно отличаются от обычных, от пультовых, это такие промышленные стиральные машины. Главных отличий в том, что их там просто кнопки, вот тупо, через четыре, пять режимов, пять стиралок, четыре сушильные, и ничего более нельзя, и время такое нужно, сколько процедурой займет, все, стирай. Наши ребята из отдела IOT, для отвечения, там впаялись в эти стиральные машины, так, чтобы мы могли с стиральных машин сигналы получать, и на стиральные машины себя направить. И возвращаясь к определению, да, за какой-то такой оффлайн я рассказываю, но есть интерфейс, понятный, кстати, прототип, все, пока что черно-белый, а логотип гиповый. Есть интерфейс, это понятно, я заказываю себе стирку какой-то рез, и есть вот оффлайн, когда человеку я уже верю, что он это все сделал правильно, и теперь вот ему надо со стиральной машинкой справиться. Вот этот процесс мы хотели, чтобы он для нас был менее не предсказуем. Мы хотели сделать какую-то такую вещь, где мы прям рассмотрели какое-то поведение человека в прачечной. Но как это сделать? Мы же не можем прачечную на прямом офисе разбить. В целом, работа с машинкой тоже такая. Я видеосик записал. Это один из способов, как мы будем человеку в интерфейсе объяснять, что от него требуется, как только он порвался от экрана смартфона. Мы от него ожидаем примерно следующее, что как только он пришел к машинке, активировал ее, теперь смотри на стиралку, открывай дверку, нажимай кнопочку, и почти наверняка ничего плохого не произойдет. Этот кейс самый такой пример. Тут, конечно, если не сказать особо ничего, он нормальный. Но, как мы знаем, сервис хорош тем, как он отрабатывает в нехороших ситуациях. А нехорошие ситуации там, короче, возникают. Потому что там множество состояний бывает. Машинка может быть занята, когда ты пришел. Машинка может сломаться. Ты, может быть, забронировал машинку, но ты же системник залогинил. Ты же, конечно, ты расширен, что человек 24 на 7 залогинил в нашем сервисе. А, две, это это приложение США. Да, он подходит. И машинка, может, им забронирована, но мы не знаем. Тоже, что хоть в такие моменты. Ну и так всякие наклёстывания. Типа, вы там вдвоем одну машину бронируете. Занята, сломалась. Занята, она тобой. Занята, она не тобой. Много состояний. Сложно в голове удерживать. Ну, нет, не ракетная наука, на самом деле, там со временем привыкаешь. Но вот, может, ни на чем точно хотелось поскорить времени, это на всяких вводных словах. Типа, мы в первом триковорке сидим, такие, так, представь, ты пришел стирать, но машинка занята. Вот это все не хочется продавать, хочется действовать. Разыгрывать сценку, но не делая при этом у себя внутри прощечного. Поэтому появится прототип, я называю его в кавычках, потому что это не совсем прототип привычного понимания. Прототип привычного понимания живут на фильме, или еще где. Я делаю приложение, как бы, да, оно как бы как настоящее работает. Ну, тут мы сделали прототип оффлайна. Это прощечное. Вот, наша дизайнер Александра сделала графику для него. Она такая, как бы, инфантильная выглядит, но самая это все по-настоящему, ну, где. Сейчас покажу, у меня live-демо будет. Но в этом есть некоторая даже задумка в том, что она выглядит все как-то так игрушечно, потому что это для нас много статусов, а для пользователя это очень простая вещь. Просто прийти, просто постирать. Нет никаких статусов. Есть просто машинка, я, белье, выгнаны. Так что есть смысл в том, что она такая игрушечная все. Так вот, демо. Сейчас покажу. А, потом, сначала демо. Вот это работает. Мы человека, когда проводим, например, какое-нибудь тестирование, скажем, коридорное тестирование прямо у самого человека такой перед собой, говорю, ты забронировал машину номер восемь. Давай. И просто смотрим, что он делает. С его ощущения все спрашивают, как он, куда он тыкается, есть всякие люди, экспериментаторы, люди, тестеры. Здесь не ворчаны есть. В числе прочего, например, выяснили, что не нужно делать экран логина при сканировании стиральной машины. Там есть в QR-кодике. Ты подходишь к своей стиральной машине, сканируешь QR-код, и первая ошибка, которую мы допустили в первой итерации, это человек экран логина встречал. Почему это тупо? Потому что человек начинает тыкаться просто во все стиральные машины, пока не увидит что-то хорошее, что-то простирку. Мы отказались, мы теперь все дали человеку предложили предлагать, предлагаем это через страницу. Замыщем того кейса, который я вам рассказывал уже ранее про бронирование, значит, это короче. И вот человек приходит, допустим, в машинке номер 7, он его сканировал, его сканировали в QR-код. Это, кстати, прототип Figma. Я вам еще покажу, что это инструмент, с помощью которого я делал, он прям вот с Figma дружит. Это прототип, вот там через Embed все засунут. И философия работает. Да, вот эти все штуки там. Ну, понимаете. Машинка номер 7 взлетает. Так, машинка номер, допустим, 9, она вашим услугам может же стирать. Там, оплатить стирку, вот там какая-то оплата, и про то, наверное. Я тут знаю заранее, что человеку забронирована машинка номер 8. Мы еще разные кейсы проверяли. Типа человека, допустим, жена у него забронировала машину, но не сказала какую. И вот как человек будет там выкручиваться. Ну, сейчас я знаю, что забронирована машина номер 8, я к ней подойду. И тут тонкий кейс. Машина забронирована кем-то? Возможно, тобой. Это наш самый нерубимый кейс, но приходится услуживать. Кстати, заодно мы пишем человеку, что, ну, кстати, если что, машина номер 9, она свободна. А, тоже такой магнитик был, да? Мы же программистам чуть было не поставили задачу, какую машинку пометить как свободную. Типа вообще любую. Такая задача, да, так программисту попадаешь, просто рандом машину назначь. Странно, может, какой-нибудь принцип придумаете. И, глядя на это, принцип вырисовывается достаточно просто. Не то, чтобы рандомную, а ближайшую рандомную. Ну, ближайшая такой их IT. Да, мы не на 100%. Уверены, что такой-то номер стоит конкретно в этой прочечной рядом. Такие косички могут быть, тем не менее. Если машина номер 8 свободна, лучше посоветовать машину номер 9, чем посоветовать машину номер 4. Долго до нее идти. С вещами. Ну да, машина номер 8 она наша, я тоже знаю заранее. Поэтому я там логинию в систему, какой-то логин, и машина такая, это по моим услугам. Там можно начать стирку, машинка готовится и типа что-то прислать. Какие-то же видеоинструкции, а тут мы тебя отпускаем в совсем оффлайн, оффлайн уже, когда тыкаешь в тонкие настиральные мальчики. Это демо того, как эта штука работает. А теперь, как эта штука сделана. Там вообще много таких нюансиков было, например, а как это та, как это внешняя штуковина, которая это сделала, откуда она вообще знает, что машина номер 7 занята, да, видите, там уже анимация занята. А фигма-то откуда знает, что машина занята. Как так-то, как мостики налажены между этим. Это все расскажу. Ну, вернусь в презентацию. Да, сейчас начнется душная часть, где я расскажу, как это сделано. Если кому душная часть неинтересна, то для вас конкурс. Какой оффлайновый процесс вы бы создали в оффлайне, в игровом прототипе? Оффлайновый процесс в игровом прототипе. И что вы бы проверили таким образом? За лучшую идею годовая подписочка на эту штуку с помощью которой прототип сделан. Готовая. И плюс она зарубежная, целиком ее не так сложно оплатить было, но мы сделали. Готовый. Нет. Пока думаете. Ну, так вот, инструменты для этого всякие есть, да? Я же не просто так говорю, что это игровой прототип. Ну, потому что он в игровом дыше каком-то сделал. Они есть всякие, я думаю, выглядел. У меня, знаете, да, видите, годовая, конечно, там же прям по-настоящему, нам это не надо почти никогда. Там все сложно, я пробовал, мне понравилось. Геймейкер. Типа, там тоже нормально. Совсем хороша, по-моему, о играми. Протопай констракт. Протопай, я думаю, знает все. Там буквально позавчера мне имейл пришел, что можно прототипировать с геймпадами. Вот. Но я все делаю с помощью констракта. Про констракт я вам ее расскажу и покажу. Констракт, короче, крутой. Какие-то крутые ребята им пользуются. Существует 10 лет уже. Не прям какой-то новым, короче, инструмент. Можно доверять. Работает как, да как фигма даже работает. Тут типа есть какой-то триггер, есть какое-то событие. Я подошел к стиралке, покажи мне подсказку, сканировать код-код. Я нажал Q, покажи мне там прототип бронирования машины. Кажется, сейчас будет часть про демо. Не совсем. Сейчас будет про то, как тот прототип фигма, который открывался, откуда он вообще знает, что эта машина занята и нужно показывать именно прототип флоу. В прототипе занятого процесса. А через Google Sheets контракт умеет посылать переменные в Google Sheets. Как вы знаете, недавно фигма обзавелась переменными. А ежели она обзавелась переменными, то у нас теперь там все тюрит полное. Можно делать что угодно вообще. И мы просто забираем из Google Sheets переменные. И таким образом, да, у меня конструкт, по штуке, в которой сделан говорит, занятая машина, фигма сделает что-нибудь по этому поводу. Фигма получает электрическую машину. Такая очень нема. Есть, что я не предложу наделать, что у меня одна рука всякая, другая, так что возможно будет не так ловко, возможно нужно будет делать что-нибудь попроще. Сделаем что-нибудь супер простое. Жалуется на ум, секунду не призвожусь. Делаем что-то супер простое. Допустим, очередь в МФС, человек пришел в госуслуги, что-то хочет. Но мы что-нибудь совершенно такое базовое соберем. Типа человек подходит к терминалу, терминал его приветствует, выдает ему рандомный, это важно, чтобы наш коридорный тренд, который мы показывали, чтобы он был честный. Ну, человек, по сути, на этом основе останется на этом. Человек получит этот номер, и ему нужно будет проследовать типа в кабинку. Сделаем игровой прототип такого дела. Это выезд, констракта. Далеко ли это ушло от какой-нибудь фильмов, там фотошопа, это не сильно. Радошло, панель свойств, слева вот и все, слайд справа. Всякие. Можно ли это компонентами, фигма, типа это моя палитра компонентов. Ну, можно сказать, что-то. Перенастое есть. Конечно, когда вы что, огромный создался, мне, чтобы все влезало, я вижу, что у нас нет так много места. какой-то что-то такое бы. Это я просто размер макета создал. Даже так, как и вязать дело. Разумеется. Ну, нарисуем пол. Короче, все, пошел креатив, на самом деле. Человек пришел в рамзоцеп, там, наверное, какой-то пол, есть какая-то плитка. Я создам новый объект, этот объект, это какой-то фон, и он должен быть затайленный, потому что это фон. Не хочешь, прям отдельный спрайл под фон делать, хочешь, чтобы какая-то плитка сама с тобой таялась, то есть просто такой компонент затайленный бэкграунд. Мы его просто добавляем. По-моему, что-то типа 128-128 будет нормально. Да, в конструкции строят редакт графические, секундочку. Сейчас быстро, отвратительно, не смеяться, рисую плитку. Наверное, что-то такое. Еще у плитки, я думаю, есть швы. Наверное, они чуть светлее. Ой, какое-то тонкое все. Нормально. Усвоился. Типа плитка. Пойдет. Ну, а по итогу вы убедитесь, почему я говорю, что красивые интерфейсы у нас получаются только из-за дизайнеров и из меня. Типа плитка. Ну, понимаете, как тайл работает? Вот это будет мой слой. Мы, как порядочные дизайнеры, конечно, держим в порядке свои слой, поэтому назовем бэкграунд. Я его залучу пока что. И создам новый слой наверху. Это будет слой моего игрока, где, собственно, весь акт происходит. Создал новый слой. Та же самая штука, новый объект. Пусть будет спрайт. Спрайт – это типографика какая-то, просто кусочек по NG-шке какой-то, который вы можете делать. Спрайт добавляю. Ну, мне кажется, допустим, 32 в швину, на, допустим, 64. Я чуть-чуть раньше 4 ставил, а могу еще 64. Сейчас бывает маловато. Такой. Все. Нарисунка вот типа. Пусть он будет какой-нибудь там, не знаю, чтобы на пеплеке торчал. Зелененький. И нарисую ему глазки, чтобы я понимал, где у него вообще голова, куда он смотрит сейчас. Какой вот амогус получился. Можно ему это... Типа ножки. Пищи. Красота. Все. Ножки пурик. Вот он. Готов. Сейчас он будет путешествовать по МФЦ, пытаться выполнить свою задачу. Супер просто. Такое движение, влево, право, веро, вниз, ну, это просто вопрос там двух кнопок. У каждого такого спрайда, ну, у чего будет, на самом деле, для любого объекта, в конце есть такая вещь, как поведение. В фейерс. Ну, я могу добавить ему какое-то поведение. Сейчас, в данном случае, ну, если буду сюрприз, то, конечно, я буду собирать. По-моему, даже без Ютуба можно разобраться, потому что что-то очень понятно. Мне нужно, типа, восьмиосевое движение. Сразу добавил. Все, теперь оно бывает таким поведением. Ну, единственное, что я отключу там одну штучку. Так важно. Все, запускаю прототип. Ну, какой прототип, да? И я просто стрелочками... И все. Ну, все, типа, аккурат. Работает. Тут у меня, конечно, можно сказать, ну, Анна, ну, это фильмы можно было сделать, потому что, знаете, там стрелочками можно работать именно сейчас. Ну, да, в фильме такое можно сделать, но как-то все готово. Собственно, сделаем, а теперь справиться с самого терминала. Что-нибудь такое добавим. Пусть он будет 128 на 128. Терминал. Наверное, у него ножка будет потемнее. И, наверное, у него есть экранчик. Что-то такое делать, да? Допустим, я хочу, чтобы мой персонаж подходил к этому терминалу, и только, и только тогда, когда он находится около этого терминала и нажимает, знаешь, ну, допустим, пробел, только тогда мы выдаем ему талончик, там, с каким-то случайным номером. То, где в этом всем есть, и вступает небольшой лоукод, я считаю, ничего страшного. Возможно, это для вас контракт, если вы эту тему любите. Возможно, хорошая точка для входа какой-нибудь около кода. Мне кажется, там все достаточно дружелюбно. Иванчик, короче, это то место, где мы, ну, типа, пишем код. Хотя бы сейчас увидимся, что-то не страшное. Допустим, нам нужно проверить такое условие, что у нас персонаж около терминала. Ну, он буквально соприкасается, да, вот такое наложение в графике произошло. Типа, вот так раз подошел, типа, рассчитаем, что это около терминала. Окей. Добавляем события. Мы спрашиваем, не знаю, чего, у компьютера. Спрашиваем, наш спрайт, он, типа, соприкасается с объектом, оверлейпом, да, накладывается на объект. Ну, да. Если, да, ну, с чем именно он соприкасается с терминалом нашим? Вот это условие. И второе, что мы хотим проверить, что человек, соприкасаясь с терминалом, нажал пробел, чтобы у него это не могло быть, это архейство. Давайте попробуем. Для этого нужен объект клавиатуры. Это действительно как объект существует для этого контракта. Он никак не выглядит, он просто есть теперь. Ну, и все. Будет дополнительным условием. Тут про крик. Допадет дополнительное условие. Мы клавиатуру спрашиваем. Уважаемая клавиатура, не нажат ли случайно пробел? Если он нажат, то, ну, мы можем что-нибудь сделать. Например, мы можем, скажем, заведем текстовый слой новый. Тут все просто. Новый объект, текстовый объект. И, допустим, есть человека поприветствуем. Сейчас я положу микрофон на время и напишу приветствия человека. Какой номер? Какой номер? А вот сейчас мы это и запробуем, какое оно, потому что мы хотим, чтобы оно на дом не выдавалось, оно просто такое статичное. Может разные ситуации будут зато вести. Сделаю пожившее, в центре все. Ну и вот так и побольше, чтобы оно было видно. Ну и все. Изначально мы сделаем так, чтобы эта штучка, здравствуйте, ваше окошко номер, не было видно. Но я так это все разограю, что человек прошел к терминалу, нажал раздел, у меня появилось, здравствуйте, ваше окошко номер такое-то. Допустим, три секунды оно повисело, скрылось. Ну как, в принципе, оно в реальной жизни происходит, когда человек посмотрел, тут был терминал, ага, третий, пошел. Опробуем. То есть, если мы соприкасаемся с терминалом, и если нам нужен пробел, то мы этот текстовый слой, который нам нужен, мы просим его быть. Мы просим его быть видимым соответствием, просто быть видимым. Потом, и вот тут, ну я считаю, это просто самый близкий язык, я бы назвал это программированием, да, но сейчас давайте сидите за руками. Мы этому текстику скажем, ты текстик. Вот это вот. И какое-то рандомное значение. Ну, я думаю, я сейчас что-то напишу, но вам понятно будет. Ну, спросим, вопрос, почему… Я представил, что у меня четыре окошка в этом виртуальном ФМКЦ. И вообще, почему рандом от нуля до трех, да, я прошу компьютер, сделай мне какое-то рандомное значение от нуля до трех. Ну, у программистов у них из какого-то трудного детства они с нуля считают. Поэтому у меня будет значение ноль, но я ему скажу, окошка номер ноль не бывает, пожалуйста, приводь к этому единичку. Таким образом у меня получится. Срандомилось. Нулевое окошко будет первое. Там первое, второе, второе, третье, третье, четвертое. Все нормально. Единственное такое душнилого, он здесь JavaScript честный, он будет прям рандомить прямо вот с десятыми тысячами. Но такого не надо. Мы поэтому сейчас попросим его округлить значения. Ну да, можно сказать, что я какое-то программирование продаю, но по-моему нет. Ну, типа, все это такое. Просто раунд, понятное английское слово, просто раунд, понятное слово, ничего такого. Готово. И теперь, когда я подойду к этому самому, у меня там появятся сообщения. Вообще, конечно, хорошо, чтобы это сработало. Я всегда так не рассказываю, если теперь врез не работает. То есть я сейчас не подошел к терминалу, нажимая пробел, ничего не происходит, логично. Но я подошел к терминалу, я к нему соприкасаюсь, сообщение появляется. Ваше окошко номер три. Вы мне скажете, ну, ты что-то на старпановись, наверное, а не что-то у меня рандомно. Давайте попробуем еще раз. Я сейчас, возможно, рандомно выпаду на тройку опять. Вот это уже окошко номер один. Ну, классно. И также вы уже в этом прототипе рисуйте свое окошко номер один, окошко номер два, смотрите, как человек на него идет. А быть может, вы повторите в своем прототипе реальное положение дела вашего МФЦ и выясните, что пользователи вашего окошка там вообще не находят, может двигаться с проблемами. Такие вот вещи. Или вы можете как-то классифицировать окошки с одного до пяти по таким вопросам, короче, я думаю, идей намного можно найти. Пользователи всегда найдут, где покупать. Ну, вот это слайд, который вместо «Спасибо, вопросы». «Лучезарность и отвага» — это, я считаю, то, что дизайнер может давать процессам к своей работе. «Будьте лучезарными и отважными, в принципе». Аплодисменты. А, напоминаю, байт-рактив там был. Если у вас есть какая-то идея, чтобы такое можно запрототипировать в игровой форме, то класс. Мне потому что нужны идеи, чтобы почаще эту штуку продавать на работе. «Поделиться»? «Сталые три сразу могут предложить». «Можешь?» «Сталые три сразу. Сейчас мы дойдем. Или хочешь поделиться или нет?» «Ну почему нет?» «Можно, да?» «Чего поделиться?» «Чего поделиться?» «Чего поделиться?» «До, чтобы вам поделиться своими идеями». «Ну конечно, мы там и вопросы, судьбами». И, конечно, в форме вопросов Нет, тут вопросов не надо Сейчас Паша, ваше мнение, чтобы все такое воспринимать Да, вот когда развивали сейчас, например, в онлайне В онлайне и в офлайне Эту сцену мне сразу вспомнился Очень плохой опыт посещения Почтей России Когда ты, как слепой котенок, приходишь туда Почему непонятно, почему не работает Все не приветривают Но это не очень интересно Почтей России, да То есть, как я вам все показал Можно такое что-то спортипировать Но потом бизнес-чувачок спросят Хорошо, прикольную штуку сделаешь Но что именно мы выяснили Вот эта проблема Да, во-первых, это просто типологически то же самое Во-вторых, мне вспомнилось Что Apple сейчас внедряют В формат саморемонта техники И можно было бы что-нибудь такое Докрутить в регионном режиме Потому что ремонт техники Это нифига не просто И можно много где накупить Даже, наверное, больше, чем на Почтей России Очень круто Я представил себе, как типа Тебе дают 3D-конструктор А там же наверняка ремонт супербазовый Ну то есть, ребята, что-то сложное Максимум, что тебе разрешат, не знаю, куда это заменить Если, типа, в 3D-тренажере справился Ладно, получи там справочку Ну да, такой полигон И можно примерно то же самое реализовать Вот эти вот инструкции По сборке мебели из Икеи Только на максималках Астероидах Тоже в таком диджитализированном пространстве Где ты можешь сам покрутить что-то Потыкать и без опасности Сломать какую-нибудь ножку с тубой Или что угодно Понял Но про ремонта была бы круто Тут вопрос Точнее, где я Я иду Мне кажется, что в доставке пиццы Голубок-класс Будет любоприятие Потому что мы, что Мы, что-то разорвать Мы хотели Но, в общем, Мы хотели Которые Докторые Садись И Ну, там И пульвером контролировать И пицемей И склад Совершенно А в целом Симс можно создать У Доды, если знаете Можно наблюдать Как-то к лицу бегут Прямо сейчас Одна, значит Дизайнерка Однажды предложила Ну, это Бесчеловечно Это не под запись Типа показ К тебе курьер бежит И вот током подстегивает За 100 рублей И он говорит Ну, вообще, что ли фашистка Она говорит Ну, за 200 Есть еще или нет? Спасибо большое За доклад Дорожительно Идея, в общем, в чем Очень много В организациях И во всяких Есть планшетных Назовы переключений И всего такого Которые Ну, зачастую Разрабатывается Интерфейс И ты потом должен Пользоваться На уши А как им пользоваться При этом зачастую Это все сразу Соединен с каким-то Действительно Важным оборудованием Вот И это все Связано с тем, что нужно На HMI Что-то надыграть Потом пойти Что-то подкрутить Посмотреть датчики И вот в таком бы Конечно Это в мировом формате Очень полезно Спасибо за идею Да, у нас сегодня был Такой армонят Это было газопроизводство Какое-то Именно Они поставляли Защищенные маяки А зачем Они были нужны Чтобы специалист Поставил к какому-то устройству Сканировал его смартфоном И выяснял А что это вообще За агрегат такой И возможно В игровом прототипе Таком Реально смодерировав Этот полигон Как он ходит Мы бы там заранее выяснили Что у какого станка Супер неудобно Вот Вот Спасибо большое У меня такая идея возникла Ну это из мира Наверное фантастики Но определять Количество наполненности В автобусе Во-первых Для водителя Чтобы он понимал Останавливаться Чтобы набирать Новых людей Или нет Для людей Которые выходят Тоже Какой-то знак Давать то Что мне нужно выйти Сейчас А не останавливаться На каждой остановке Просто так А для людей Которые ждут На автобусной остановке Поднимать наполненность В автобусе Ну что я просто так Сейчас жду Свой 23-й Или все-таки Там будет место Мне влезть в него Ну да Это значит просто Как идея для геймификации Как дизайнер Что тут мог сделать Он допустим Хотел бы какое-то Улучшение Внедрить В пазик И он сначала Смоделировал Положняк В пазике Спасибо большое за доклад Очень интересная Впечатляющая Интерактива В качестве идеи Такая честно-женская история Это снятие мера С точки зрения дальнейшего Использования Для каких-то Выборок Шитья И чему подобного Твоим Любим Твоим Габаритом Возможно Какие истории С примерками И вот То есть Все эти меры Такая штука Делаешь Очень легко Шметься И делать Облакации Которые Просто Да Я понимаю Что это Какой-то Пример В стиле Сим Сделать Мне точно Должно Убедиться Что человек Понимает Что он Измеряет Высоту Ли свою Размех Лечение Да А что Я Чем я Хуже У меня Скорее С формата Изделаться На дизайнер Как пороть Сборщик Заказов На грязни То есть Рисовать Грязничек Все продукты Как ты собираешь Как ты взвешиваешь Что у тебя получается Что не получается Как у тебя нет продуктов Как у тебя отказали Как у тебя третий человек Ждет продуктов Срочка Срочка В общем Можно прямо упороться Если игра Убер-кухни Знаете Такая Можете Смоделировать Как бедные Даркстор Самокаты Двойки Толь сюрприз Собирает Можете Смоделирует И сможете Заранее Какие сообщения Правили Писать Но В целом Есть ребята Ну что Моя любимая идея Это про проверку Как Apple Можете доверять Что ты способен Собрать И собери В симуляторе Сначала Все класс Так Что нужно Подойти А я Подойду В ВКонтакте Все класс Тогда я уходи Ладно Все супер Так Ну что Мы на этом В целом Заканчиваем Спасибо всем АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ